Добрый день, уважаемые островитяне! Я Барахов Алексей Иванович, проектор по перспективным проектам Санкт-Петербургского педагогического университета Петра Великова и лидер и руководитель рабочей группы Технет передовой производственной технологии Национальной технологической инициативы. Я уже здесь на острове третий день принимаю участие в проекте Остров 10-21 образовательный интенсив. Первый день у меня была лекция, которая была посвящена моему взгляду, видению, опыту, компетенциям по такому направлению, как цифровое проектирование и моделирование. Я выступал с новой парадигмой цифрового проектирования и моделирования. Также ключевая тема, которая была затронута, она так и является, по словам Петра Георгиевича Дровицкого, бестселлером, это цифровые двойники. И, соответственно, третья часть, это, скажем, новая форма построения производства, фабрики будущего, цифровые, умные, виртуальные фабрики будущего. Дополнительных лекций мы, наша лаборатория, компет-клаб проводит здесь, на острове, лабораторию, состоящую из трех блоков, три дня, три блока по три дня, которые посвящены именно технологиям будущего, во многом они уже становятся технологией современной, передовой, это аддитивная технология, технология оптимизации. То есть, здесь два объединения, двух мощных классов технологий, которые позволяют создавать то, что мы называем бест-ин-класс конструкции, лучшие инженерные конструкции. Ну и лаборатория так и была организатором образования, как создать лучшую в мире инженерную конструкцию. Естественно, лекции и лабораторные занятия, они дополняют друг друга, и взаимосвязаны. Что меня приятно? Первое. Во время лекции, ну, достаточно было много народу, лекция продолжалась два часа, где я рассказал основные тренды и основные подходы, которые сейчас применяют как мировые лидеры, так и, естественно, отечественная промышленность подтягивается. Основное внимание было уделено формированию цифровых лодников, то есть это математические модели, которые обладают высоким уровнем адекватности реальным объектам, производственным процессам. И второй части неразуменно связаны с цифровыми двойниками цифровые тени, когда объект выходит уже на этап эксплуатации, и мы получаем через сенсорику датчики, через промышленный интернет, формируем большие объемы данных и пытаемся с помощью средств предиктивного анализа сформировать предсказания. Хотя цифровые двойники во многом нам указывают критические зоны и критические характеристики его поведения. Меня удивило большое число вопросов. То есть, несмотря на то, что лекции визионеров, потому что это в разряде визионеров, что идут с 21 часа до 23 часов, то есть практически после рабочего дня, что зал был практически полный, никто не уходил, и после окончания лекции еще час задавали вопросы. Час задавали вопросы на разные темы, от очень таких национального масштаба до очень конкретных личностных. Ну а дальше после лекции, так как я в соседнем корпусе, там минут 15-20 надо идти, меня провожали, тоже задавали вопросы, полчаса, значит, эта прогулка продолжалась. На следующий день, когда я пришел уже на лекцию Петра Георгиевича, то же самое, значит, там же тоже подцепили, вопросами стали. Сегодня, когда тоже вводную лекцию на втором блоке по нашему курсу лабораторному читал, то проведенный сразу вопрос тоже меня очень удивил, что многие честно ответили, было порядка 30 человек, что вот доведенная до них информация в большой лекции, в малой лекции, она во многом повлияла на их мировое ощущение, восприятие. Некоторые так скажут, что они даже пересмотрели уже мысленные, что тем, чем они занимались и надо ли этим продолжать заниматься и, скорее всего, они шли не туда. У них возникло понимание, что все не так просто с точки зрения технологий, высоких технологий. Ну и, опять-таки, было масса вопросов и мы выбились несколько из графика, то есть, после часа, два часа пообщались. То есть, я бы сказал, вот эта мотивированность на получение, мотивация на получение новых знаний, общения с людьми, а здесь удачная форма, когда фактически на две недели собраны лучшие представители по ряду направлений и по образованию, и по науке, и по технологиям, и предприниматели, бизнесмены, студенты, молодежь, скажем так, из разных уголков страны, все-таки тысячи человек, она позволяет достаточно эффективно устроить коммуникацию и общение. И мне кажется, это удачная форма. С другой стороны, если говорить об эффективности этого обучения, этого образовательного цикла, ну, наверное, все-таки трудно предположить, что за две недели можно достаточно серьезно погрузиться во все проблемы, подхватить их и выйти отсюда, сказать, что да, я умею, начну принимать. Скорее всего, это носит ознакомительный характер, заставляет задуматься, переосмыслить, узнать другие точки зрения, свериться со своими маршрутами намеченными. Ну, и здесь вот, конечно, проект «Остров 10-21» играет, безусловно, хорошую ключевую роль. Ну, и то, что многие, практически все лекции записываются, все выступления фиксируются, это попадет в видеоархив, каталог и будет транслироваться, в том числе, в соцсетях, это тоже будет играть значительную роль для распространения вот самой такой передовой информации о переднем крае, о технологических фронтирах, о мыслях и позициях ведущих специалистов, тех, которые сюда пригласили на «Остров». Спасибо. Да, спасибо, Алексей, я тоже с удовольствием послушал твой такой развернутый импродакшен. Да, меня зовут Джон Асенов, теперь забыть, пока Алексей говорил, меня зовут Амбрия Бойков, я только-то летел на «Остров», поэтому легкий джет-лайн вы должны мне простить слышать. Я занимаюсь, если Алексей занимается техническими системами, сложными техническими, я занимаюсь в этой аналогии социотехническими системами. Проще говоря, последние 20 лишних лет я увлечен таким объектом как университетом, не только теоретическими, но больше даже практически. Я создавал два университета с нуля, один из них второй школа Сколково, где я был вектором, а вот сейчас научным руководителем являюсь. А последние годы я занимаюсь целой группой университетов, пытаясь вместе с ними взлететь, то есть перейти на другой уровень конкурентоспособности, точно так же, как в моделях технических систем. Идея очень простая, российские университеты должны быть конкурентоспособны и активны участники этого процесса. Поэтому я бы сразу перешел к вопросу, продолжу наш диалог с Алексеем, который лидится, может быть, уже несколько лет. Вот то, что вы делаете в политехнику, в области инженерного образования, в вашей команде, в вашей группе, как эти позитивные метастазы распространяются на остальную часть университета. И распространяются они. Моя точка зрения не очень-то распространяется. Если, Алексей, выйти из рамки сильной инженерной группы вашего центра института и производственных технологий и посмотреть на большой объект университета, как на такую сложную инженерную конструкцию с цифровыми двойниками, со всеми процессами, которые говорят можно моделировать, уместен ли такой подход по отношению к университету, такого типа модельного взгляда. Я сразу задал вопрос, как распространить и вообще разумно ли так размышлять про университет? Ну, размышлять про университет так разумно, с другой стороны, когда мы начали размышлять, тоже немножко были такие надежды, что достаточно быстро удастся широко распространить. Хотя очень быстро стало понятно, что это дело очень непростое, сложное. И часть людей просто консервативные взгляды придерживаются, не надо ничего менять, не надо ничего когда-то стремиться. Часть людей заново ожидать новую позицию, а часть людей с интересом наблюдает. И вообще говоря, при удобном случае, а это означает, что какие-то у нас новые проекты появились, которые требуют новых компетенций, которые есть у этих заинтересованных наших коллег, они могут включиться в эти работы. Для этого нужно постоянно фронт работ расширять. Имеется в виду фронт работы, в частности, с промышленностью, где востребованы эти технологии. То же самое, я бы сказал, не так быстро и широко, как хотелось бы, может быть, идет распространение этих подходов на промышленность. Потому что это требует ответно очень высокого уровня образования. Но сразу... Прости, образование того, кто... На приемке этих технологий или на постановке задач для вашего проекта. Нет, скажем так, постановку задач мы сможем, нам называют проблему промышленность, мы сможем совместно с промышленностью поставить задачу. И часто эти проблемы из разряда нерешаемых проблем. И дальше очень быстро выясняется, почему они не решались в промышленности. по той причине, что тот уровень, скажем, инженеров, специалистов, которые есть в промышленности и наличие технологий, он не позволял ни поставить, ни решить задачу. Поэтому, когда задача поставлена и объяснена, скажем, выбрана те технологии, которые могут решить эту проблему, быстро выясняется, ну, раз этого раньше не делали, то и сразу вот этот гэк возникает, разрыв. Дальше он настолько, скажем, вообще говоря, значительный, что тут дилемма либо начинать всех учить, но тогда проблема, что называется, не решается и идет, генерируется упущенная выгода и так далее. Поэтому решается, давайте будем решать проблему. Тех, кого выделило предприятие, они начинают смотреть, изучать, просто наблюдать, как это происходит. А потом уже, после того, как проблема решена, нужна быстрая победа, это очень важно, чтобы не затянулся процесс, мы начинаем передавать этот опыт, показывать, объяснять, возвращаться, может быть, другую подобную задачу решаем, когда начинает сформироваться лучшая практика. Только мы сформировали уже лучшую практику и вывлекли несколько человек, десяток с предприятия, в свою веру обратили, и они уже более-менее владеют подходами и технологиями, тогда они могут самостоятельно решать такого уровня задачи, и мы должны перейти на другой уровень. Вот, Алексей, прости, пожалуйста, вот теперь давай залезть, сядьте в мое кресло. Вот есть нерешаемая проблема. Быстрый уровень развития классного, современного, передового, обгоняющего мир, образования в стране. Нерешаемая проблема. Ее не могут решить, ну, так по-хорошему, последние 300 лет. 300 лет она ставится, и толком не решается, не решается. Хотя исторически иногда Россия выпрыгивала на очень высокий фронтир границы веков. Об этом очень люди говорили Петру Георгиевичу в своей пекции. Ремесленное училище, которое потом позже было, наскрепляемое. Собственно, пример истории политеха, яркий пример, в определенный исторический момент. И вот, если мы поставим такую задачку, ровно, как ты сейчас сказал, не надо всю промышленность, выделим группу передовых предприятий, которые готовы двинуться вперед. Эта группа 5-100 проектов ее выделила и начали двигаться. Считаешь ли ты, у тебя тут конфликт интересов, ты не потерпевший от этого процесса, и ты, с другой стороны, сейчас должен сверху на это посмотреть, с позиции такого генерального конструктора системы. считаешь ли ты, что эта аналогия уместна, и можно так размышлять по большие образовательные системы, национальные образовательные системы? Думаю, что да, потому что важно в наших делах, а потом, я думаю, на образовании, это очень важно, это поймать две характеристики. Первое, уровень проблемы, и второе, темпы развития, как движется фронтир производная, вот это очень важно. Соответственно, это можно сделать именно вот на этой проблеме, которую нужно решить. И, соответственно, сразу видны дефекты образования, которые мы вот видим. Например, проблемы возникают в промышленности, она даже их, например, в систему высшей школы не транслирует, то есть считает, что ее решить нельзя. Соответственно, высшая школа, не зная об этих проблемах, продолжает учить, ну, как учила, может быть, формулировать частные научные проблемы, за ними получать гранты, пишет статьи, и так далее, и так далее. Может быть, для академической среды это и допустимо, если тесная связь с академическими институтами, то фундаментальная наука здесь, что называется, можно было бы. Хотя, моя точка зрения, что из-за сложности проблем, они становятся наукоемкими, такими мультидисциплинарными, вот, различие между фундаментальной и прикладной, оно начинает размываться, вот, проблемы становятся мультидисциплинарными, то есть много дисциплин надо решать, надо учить их быстро, денег у нас, как правило, меньше, и так далее, и так далее. И вот здесь вот нужны самые передовые технологии, то есть, и так, если есть проблема, она анонсирована, возникает проект, возникает проектная консорция, он, как правило, значит, проблема настолько серьезная, что силами одного коллектива не решить, но сначала проектная консорция между заказчиком, то есть промышленным предприятием, КБР, если угодно, и частью, значит, ну, лаборатории, инженеринговый центр в ВУЗе. Дальше, вообще говоря, следующая форма, как я понимаю, это аналогичные, нехватающие, дополняющие комбинации структуры в других ВУЗах могут быть привлечены, но важна именно проблема, которая, мирового уровня, которая, соответственно, позволяет зафиксировать уровень комбинации и двигаться вперед. Ну, смотри, тогда получается мировая проблема, сейчас я пытаюсь ее сформулировать. В мире примерно 20 тысяч ВУЗов, 200 миллионов студентов. Знание производится, настоящее знание, которое потом превращается в учебные курсы, в интернет-минтальное образование, и так далее, и так далее, примерно в 5% этой группы, а точнее, 2,5% по разным оценкам производят то знание, которое все остальные в развитие, в прокаты. Я люблю очень метафору Голливуда, что Голливуд, допустим, в Нью-Йорке, Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе производит основной контент, а вся страна это прокатные кинозалы. Они прокатывают этот контент. И вот можно перевести эту метафору на вузовский центр. Теперь, мы что должны у себя сделать? Я понимаю, что нет золотого ключика, я сам на этом думаю много-много лет, и хочу тебя втянуть в это думание. Что мы должны сделать, чтобы не встраиваться с нижних сторон и двигаться в мировой системе, а сразу закрепиться в этих 2,5%. Не все, но в каких-то частях. Пользуясь вот этим твоим выдающимся примером, что вы в своих классе инженерных разработок туда запрыгнули, этому есть явные доказательства. Вы молодцы, молодцы. Но если перевести это в социотехническую систему, как это сделать отдельным образцом, не сделать отдельным образцом, а сделать передовой практикой, передовой образовательной технологией, производства людей, а не производства моделей и машин. При этом нас держит и тебя тоже держит. Великолепная история. Хорошее фундаментальное образование, большая математика, большая физика, а потом уже эти самые модели. У меня точно такое же образование, нефиксное, как у тебя политехническое. По сути, это одно и то же образование. По генезису, по моделям. И оно что-то обеспечивает, что-то будет только ты модели считаешь, а я университет проектирую. Теперь вернулся к своему вопросу. У нас же стоит задача, и это проблема национальная, а собственно и мировая. Для нас национальная проблема. Играем же ли мы в двух с половиной процентов этой тонкой-тонкого слоя, который производит новое, или мы в десяти процентах занимаем свои хорошие рейтинги, хорошие места. Неплохо, ну или не более того, но не на прогрессе. Вот в чем стоит, мне кажется, такой национальный вызов и дилемма, которая стоит перед нашей системой. Ну, я бы сказал, национальный вызов еще и стоит в том, что к уровню нашей промышленности, то есть выпускает ли она продукцию, которая является глобальной конкурентоспособной. Когда мы говорим про рынки, вот в образовании мы уже сразу договорились, что у нас рынки глобальные, но и в продукции промышленности она тоже должна быть игроком на глобальном рынке. Соответственно, создается ли такая наука емко-весокотехнологичная продукция достаточно быстро. Запуск, как я понимаю, во многом современной структуры образования и науки и экономики произошло в два проекта атомный проект и космическая программа, куда были вовлечены тысячи предприятий, вузы, институты, отраслевые, академические и так далее. Соответственно, таких проблем сейчас по факту нет и вряд ли они представятся в ближайшее время. соответственно, это должно быть тогда мы опускаемся ниже уровень, но так и иначе у нас в отрасли есть. Скажем, авиастроение, автомобилистроение, двигательное строение. И вот, когда мы опускаемся на уровень отрасли, то возникают очень серьезные проблемы, мы их видим. У нас фактически это ОАК, свидетельство значения всех проблем и компаний. И они очень быстро распадаются на проблемы, проблемы в хорошем смысле, проблемы, задачи, в этом смысле проблемы, научно-технологические проблемы. У гражданских самолетов Сухого они решают и сейчас проблемы для них актуальны, у Иркута другие, у Лившина, Туполева треть и так далее. Так вот, важен именно, скажем так, передний край этих проблем. Не те проблемы, с которыми компании хорошо справляются, не те проблемы, которые вузы готовят выпускников, они приходят на работу и по-прежнему решают проблемы. Хорошие задачи, рутинные задачи. А выделить из всего вот этого, подроблю, может быть, не такое хорошее слово, Браунфилда проблем, некий Гринфилд, вот самых-самых топовых проблем, вот может быть, те 2,5%, которые нужны для того, чтобы авиастроение у нас бы двигалось вперед и стало бы конкурентоспособным. И вот здесь под решение этих проблем мгновенно потребуется проектная консорция, которая говорит, из отрасли специалисты, из вузов, тех, которые могут принести свои компетенции в решение этой проблемы. И тогда, решив эту проблему, потом происходит внутренняя тиражер внутри отрасли, и потом трансляция этих знаний вот в кинозалы исследований Логики Голливуда для проката, создания учебных курсов и так далее. То есть приподнимается на уровень и образования. А здесь уже решают другую проблему. То есть прорыв, скажем, то, что и президент призывает, технологический прорыв, он не может быть по всему широкому фонду, он должен быть осуществляться локально. По ряду избранных перечень еще одно множество проблем в авиастроении, в автомобилестроении, в двигателестроении, в атомной энергетике и так далее. Вот так, мне кажется. Я понял тебя. Скажи, говоря про политех и твой институт передовых технологий. Я тебе уже как-то спрашивал провокационно один раз, тебе зачем политех? Кроме того, что ты его любишь, то, что ты там находишься территориально, там твои знакомые, друзья, двое команды, ну тебе зачем? Функционально. Ведь я могу представить себе, что ты можешь как самостоятельная сущность существовать отдельно на партнерских отношениях, оттуда будут попадать хорошие ребята, ты занимаешься своим делом. Я бы даже резко сказал, ты не органическая часть университета. Университет может жить без тебя, ты можешь жить без университета. Одна модель. Другая модель. Нет, университет в принципе не имеет никакого будущего без таких центров, как ты. Не имеет ни в смысле рейтингов, ни в смысле статуса, а у него разваливаются будут разваливаться базовые процессы. Потому что вы должны в моей представлении, в моей модели генерить такое знание и так быстро его конвертировать в содержание того, чему надо учить. Это и есть учебный процесс. То, что вы делаете. Это и есть учебный процесс, хотя он выглядит как производство. И вот так можно перестроить, наверное, бы университет. И нужно ли бы так его перестраивать. Или, мне кажется, ты занимаешь оппортуристическую позицию. Пускай они там хорошо готовят физики и математики, а я потом буду питаться сливками, которые образуются и дотягивать их до проблем мирового класса. Это совсем другая модель университета. Так? Привет. На разных периодах развития те или иные модели. Первое, я сказал бы, такие подразделения в университете нужны и важны. И, наверное, было бы хорошо, чтобы они были бы в каждом. Они играют роль тогда некой щуки, чтобы красный дремал. Вот. То есть они бегут вперед, у них есть явные успехи, они являются раздражителем вот для большинства, потому что они выдаются там куда-то там вот вверх или вбок и так далее. дальше, дальше что происходит. Дальше они все-таки демонстрируют свой успех, делая вот такое устойчивое развитие на основе востребованности из внешнего мира, соответственно, увлекают так иначе в этот процесс многие другие там подразделения, кафедры. Они начинают тоже задумываться о не перенять ли нам такую модель, ну, работая, например, с промышленностью. То есть демонстрация вот правильного, скажем, подхода лучших практик, она, безусловно, происходит. Дальше, конечно же, университет чрезвычайно важен и полезен, когда мы говорим о высокотехнологичном бизнесе с точки зрения подготовки кадров специалистов и даже мы называем инженеров и спецназ в данном случае, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы избежать ситуации, когда, ну, хорошо, вы закончили вуз, теперь мы вас будем там переучивать, доучивать там и так далее. То есть это можно опустить на уровень магистратуры точно и магистратура, в моем понимании, хорошая магистратура, если не совсем она академическая для академического института, а с точки зрения высокотехнологичной промышленности и будущего там как-то чуть-чуть чувствующая будущие профессии. Вот, это когда в рамках обучения происходит реальное проект, именно реальное, а не кейс, который рассматривается пассивно там где-то пять лет назад случилось, на этом смотрим. А именно реальное проект, когда студенты уже в будущем магистратуре участвуют на пятых, четвертых ролях. И здесь очень важно, что они половину знаний получают в рамках традиционной формализованной логики, через лекции, лабораторные работы, семинары там и так далее. А 50% из-за участия в проектах общения с старшими подобными себе, старшекурсниками, опытными инженерами в рамках реального проекта. То есть они погружены в среду, которая работает, смею, так надеется, на мировом уровне, поймала этот фронтир, и там в этой среде есть возможность очень быстро снимать все вопросы. Быстрее, чем если бы ты обратился к моему курсу какому-то, или там к какому-то калифею преподавателя списался выяснил. То есть вопросы, они возникают каждодневно, а как ты делал это? И здесь же получается ответ, а надо делать вот так. Это очень важно. Это стремительный, такое, ну не скажу экспоненциальный, но стремительный рост обеспечивает. Важно создать интеллектуальную среду, которая находится на переднем крае, на фронтире, и позволяет расти всем. Более того, скажу, если ты день, скажем, пропустил, не участвовал, ты должен получить такую интеллектуальную упущенную выгоду, что ты чего-то не узнал, ты потерял темп, ты потерял общение с новым заказчиком, который пришел с новой проблемой, а рост развития получается от того, когда ты не одна единообразные проблемы решаешь, рутинно одно и то же, а все время решаешь разные проблемы из разных отраслей. Здесь получается самая большая, скажем там, темпа развития. Вот эти компетенции по решению этих проблем, потом они уже закрепляются в таком спокойном образовании, переходят в курсы образовательные, потому что следующие уже это воспринимают, ну, скажем, как образовательный процесс. И это происходит гармонично, то есть в рамках магистратуры, аспирантуры, тут же инженеры, которые работают над реальными проектами. Это очень близко. То есть нет вот этого барьера, что там где-то у нас хай-тек, а вот здесь какое-то образование, которое помогает тому хай-теку. Все, граница размазана. И это можно делать, начиная с регистратуры. Я тут постоянно не свойственно работать, превратился из твоего интервьюера, но поскольку мне любопытно очень, что ты делаешь, я буду попрошен эту роль исполнять. А я пытаюсь тебя вытащить из твоей лаборатории из-за твоего института на уровень премьера или на уровень губистра принципиального, который размышляет про всю систему, и спросить тебя, а сколько реалистично, по твоему прикину, будет работать, может работать и нужно, чтобы работало таких центров и институтов в области передовой современной инженерии в стране. Я даже прикинул, есть с одной стороны государственные программы цифровой экономики, они реализуются или готовятся сейчас, визуяются несколько федеральных проектов, в том числе цифровая промышленность. И вот как раз я там попробую изложить те подходы, которые как раз во многом отвечают на этот вопрос. Ну первое, мы должны выбрать перечень базовых отраслей, у меня восемь получилось. Дальше, что нужно сделать? Нужно эффективно наладить работу с отраслями, и фактически это должна быть уникальная цифровая платформа, платформенное решение, не всякого сомнения, по генерации цифровых длинников, решающих проблемы в авиастроении, а там может быть ответвление на разные компании, в автомобиле строение, вертолето строение, в Роскосмосе и так далее. Соответственно, это работа сразу широко по восьми отраслям. Следующий момент. Мы понимаем, мы решили эти проблемы, сгенерировали эти цифровые двойники. Цифровые двойники начали работать, снижая объемы натурных испытаний и требуют кадров, которые обладают высокими компетенциями, компетенциями высокого уровня, чтобы этим грамотно пользоваться. Тогда вторая часть этой программы наступает, она должна одновременно реализовываться. Мы должны создать зеркальные инжиниринговые центры, зеркальные нам, которые начинают подхватывать, скажем, зеркальный центр на КамАЗе. Там выделяются специалисты, которые вместе с нами участвуют в этом проекте. Мы, что называется, бежим вперед, они подхватывают эти знания и начинают их применять в своей деятельности уже предприятия. То есть создание для этих восьми отраслей, сначала, скажем, восьми инжиниринговых центров, на следующий год 16 инжиниринговых центров, которые начинают подхватывать знания. То есть модель центра превосходства, который должен держать глобальный уровень конкурентоспособности в мире в этой области и распространение, я назвал это сетицентрической системой инжиниринговых центров компетенции в разных областях. И даже некоторые компании, которые ставят задачу, с которыми мы обсуждаем этот подход, они из системы Росатома, имеющей оборот под 200 миллиардов рублей по профильному бизнесу и затевая сейчас диверсификацию, точнее, цифровую трансформацию бизнес-процесса в бизнес-модели, они ставят задачу, скажем, за 10 лет выйти на уровень в том бизнесе, которого сейчас нет, на 150 миллиардов. А это требует современного такого инжинирингового центра цифровой фабрики, которая тоже по годам расписана. В первый год там 10 человек, во второй 20, там 30, 40, 150. Но в связи с этим собираешься ли ты себя клонировать? Планирование в этом смысле в этом смысле не в человеческом, а в техническом. Следовательно, такие центры должны возникать в разных местах, но можно дождаться, когда они естественно возникнутся, можно сказать, ребята, схема вот такая организационная. Люди примерно такие. Уровень компетенции такой, побежим. Схема бежит и работает тогда, когда мы бежим вперед и понимаем, что если мы начинаем эти знания и компетенции оставлять у себя, они являются для нас неким отягощением. Они мешают нам, надо их же применять, решать такие же задачи, а для нас это будет повтор, рутина некая. Значит, развитие тормозим. То есть, мы должны решать все время новые задачи, все время проблемы вызовов, нерешаемые задачи и быстренько избавляться от чуждачи, что называется, от тех задач, которые мы уже наладили. Вместе с методиками, технологиями, подходами, с цифровой платформой, настроенные шаблоны хорошие для решения задач. Они высокого уровня мирового. Вот сейчас, год назад были. Но вот это готово значит передавать. То есть, все время держать вот такой вот разрывчик, где мы бежим вперед, передавая, обучая, ну, под широким спектром 8 разных отраслей. Аналогов я в мире не знаю. что вы должны быть такими, и вы будете как бы раздавать. Или 8 одновременно бегущих с одинаковой скоростью. Ради бога, если смогут, что называется, пусть побегут. Но у нас основанием является для такой надежды, что мы побежим быстро, вот, и быстрее, это разработка вот той цифровой платформы, которая есть, аналогов, которой сейчас в мире нет. Это мои регулярные вот консультации в последнюю, там, буквально неделю назад, это на ИНОПРОМе с вице-президентом мирового лидера ДОСО-систем, там, 4 миллиарда евро оборот, который лидер в ПЛМ-системах. То есть здесь мы забежали вперед. Когда задают вопрос, будете ли вы на рынок поставлять, ну, я-то вижу, что это нецелесообразно, потому что, с одной стороны, вот, как и Федор Герчурович сказал, опасения, здесь могут быть и заимствования, копирования, мы запустим некоторые нежелательные процессы со стороны, там, в том числе, наших партнеров, конкурентов, а с другой стороны, это такая сложная вещь, что это не коробочное решение. Его можно освоить только лишь в рамках выполнения реального проекта, который очень важен на этой компании, корпорации, там, и так далее. То есть ты остаешься в видеологии, ничего плохого в этом нет, такого уникального решения? Гонка за лидером. Нет, они могут быть, скажем так, точно такие же модели могут возникнуть и в других, передовых технологиях, ну, например, лазерные технологии взять, которыми мы не занимаемся, кроме как применять, не развиваем их. Могут быть такие модели. это, соответственно, другие решения, другие модели. Другие команды, другие инжиниринговые центры, может, не инжиниринговые, может быть, там, лаборатории вполне заправляются, то есть и орг структура, может быть, другая. Мы просто за ту область, которую выделили. С одной стороны, она узкая, с другой стороны, достаточно широкая, потому что она позволяет работать практически со всеми отраслями, и по ключевому элементу, который является ключевым элементом достижения глобальных конкуренции образованием. И я вернусь с исходной постановки. С твоей точки зрения текущие уровни образования не хватает, мы всегда ворчим, и так далее. Но на твоем опыте могу сказать, что не хватает. Достаточно очень небольшая группа людей, хорошо подготовленных базово, из которых ты потом можешь вырастить вот этот свой спецназ, который будет решать задачи. для таких людей нужно десятки. Ну ладно, соль максимум на всю страну. И в этом смысле оснований производить довольно серьезные изменения в конструкции базиса нет. Правильно я тебя понимаю? Ну я бы сказал действительно нет, потому что даже если их и произвести, то в такой каждый центр или лаборатория в каждом университете если завести, она должна выйти на мировой уровень. Просто в какой смысле производить изменения, если она приборно не выйдет. Она должна быть оснащена, иметь все ресурсы необходимые, все технологии, все суперкомпьютеры на нашем деле. Потом она должна уже лет 10-15 быть на глобальных рынках и работать с мировыми лидерами. То есть нуля это не создается. Даже если бы мы хотели это расширить, тиражировать вот так, не получится, кроме, пожалуй, той схемы, которой я говорю. Когда мы начинаем передавать этот опыт и в промышленность, и тут же генерировать инженеров нового поколения. Ну, если бы говорить про допустие, островитянам первого них предоставилась разработка и уникальная возможность посетить и лекции, занятия, практические мастерские, пообщаться с большим количеством очень высокопрофессиональных идей, обладающих уникальными компетенциями. Возможно, это не всегда совпадает с ожидаемыми там, траекториями собственного развития, но я уверен, что это общение безусловно было полезным и определить во многом для многих дальнейшую судьбу и дальнейшую траектору развития в жизни. Второе, что бы я хотел пожелать, это, что называется, выбрать дело, может быть, его уточнить в свете того, что получили знания на острове, все время постоянно думать, сверять свой уровень и темпы развития с лучшими мировыми, это очень важно, и уточнить, занимаетесь ли вы тем делом, которое позволяет вам сказать, что вы живете в согласии с душой, потому что очень важно заниматься любимым делом, ну и безусловно это любимое дело должно безусловно приводить к достойной зарплате, для того, чтобы вы еще более уверенно чувствовали себя, ваша семья, чтобы вы могли заниматься этим любимым делом, вот это очень важно, то есть безусловно остров сыграет большую роль у всех участников для понимания происходящих процессов и для понимания своей роли, своего места, своего позиционирования, во всех этих процессах, которые происходят в Каскебаре. Продолжая, мы с этим тут не совпадаем, конечно, я считаю, что остров хорошее место для такого до-самопроектирования, нужна пользуясь метафорой ядерной физики, критическая масса, и мне кажется, здесь она собрана, насколько я могу суверить, когда вы как нейтрончик много раз можете удариться в тяжелые ядра, в данном смысле у Алексея Ивановича, Петра Щедровицкого, Павла Лукшу, я надеюсь, я сегодня буду читать лекцию, тоже буду таким тяжелым ведром для вас, чтобы вы себя поняли и построили свою жизненную линию, жизненную линию, и профессиональную, и, что касается, если угодно, ежедневной экзистенции, ежедневного существования, более изящно, пользуясь той конструкцией, которая здесь сложена на две недели. Так что эксплуатация этих двух недель это отдельная хорошая работа. Не потеряйте их. Субтитры создавал DimaTorzok